Здравствуйте, здравствуйте, дорогие товарищи! Сегодня нас собрал замечательный повод. Нашим выпускникам 6-й школы Ленинского района Московской области будут вручены аттестаты. Настроение у ребят приподнятое, ведь они на пороге новой жизни, где можно почувствовать себя взрослыми и самостоятельными. Перспективы радуют, хотя иногда и тревожат. Как правильно сделать выбор, предугадать свое предназначение, осуществить мечту. У каждого свои планы. Поздравляю! Достойно несите знамя советского ученика. После торжественной церемонии выступления артистов, а потом танцы под граммофон. Все вокруг кажется таким прекрасным, особенно этот утренний рассвет. Грянул враг под утро громом среди неба. Рухнул мир, как будто никогда и не был. Не забудут даты, классы выпускные. Все ушли в солдаты и в миры иные. Таким для наших земляков был выпускной бал 41-го года. В основу реконструкции этого дня легли воспоминания Анны Михайловны Нехороших. Все вместе по крупицам собирали имена и фамилии тех, кто пережил эту дату. День начала страшной войны. Все имена, фамилии подлинные, все персонажи, герои подлинные. И хочется огромное сказать спасибо и историку культурному центру, и музею шестой школы, которые поделились с нами вот этой информацией достоверной, подлинной. Вчерашние выпускники, 17-летние девчонки и мальчишки уходили добровольцами на фронт, едва покинув школьные стены. Многие из них не вернулись. И только спустя годы мы узнаем их фамилии и имена. Благодаря поисковой работе, благодаря замечательной женщине Соколова Александра Григорьевна, которая помогла нам восстановить имя этого выпускника нашей школы, им оказался Иван Федорович, Жариков Иван Федорович. На мемориальной доске можно увидеть и имя директора шестой школы, Ивана Корниловича Подловченко. Он был замечательный человек, в 1901 году родился, погиб в 1942 году, в феврале, на фронте. И примечательный тот факт, что действительно директор ушел на фронт практически сразу после начала войны вместе со своими выпускниками, с кем встретил этот выпускной вечер. На выпускном 1941 года учениками стали выпускники сегодняшние. Они – наследники героев, тех, кто совершил великий подвиг и повернул ход истории к миру и процветанию. Мы вспоминаем этих людей, и нас не надо заставлять вырабатывать какие-то эти чувства. Они идут от чистого сердца, к этому не приготовишься никак, это вот отсюда идет. Это не просто театральная постановка или реконструкция событий далеких лет. Это митинг-реквием – дань нового поколения ушедшему. Вот все, что мы делаем, вся страна, да, все наши жители, граждане нашей страны, они это делают с душой, для того, чтобы история никогда не умирала. Говорят, что есть такой закон, по которому колесо истории идет по кругу. Ну, вот как эта карусель. Но в большом общем колесе крутятся еще и маленькие жизни каждого из нас. Поэтому все вместе, сохраняя память о прошедшей войне, мы можем остановить его и повернуть на новый исторический цикл без боли и войн. Елена Бабина, Алексей Иванов, Евгений Садовский, Видное ТВ.